Книга «Открытым оком», том 3, тема покаяния, вопрос 1082. Как можно определить самому человеку, находится ли он под влиянием чувств зависти и может ли быть добрая зависть, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У зависти очень широкий диапазон действия, как в телесном, так и в духовном. И те, кто завидуют, даже будучи обличаемы, в этом не сознаются. Апостол Павел определяет зависть противоположным любовью. 1 Коринфянам 13,4 Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, Любовь не порывозносится, не гордится. Псалом 105,16 И позавидовали встань Моисею и Аарону, святому Господню. Притча 23,6 Не вкушай пищи у человека завистлива, и не прельщайся лакомыми явствами его. Притча 23,17 Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Притча 24,19 Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым. Притча 28,22 Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Екклезиаста 4,4 Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Зависть хорошо определяет на врагах. Когда ты видишь, что у них плохо, несчастье, какое у тебя чувство? Сострадание или радость? И когда слышишь, что ближних твоих выделяют, отличают, награждают, а тебя пренебрегли и зазирают. Доброй завистью называется желание иметь то, чего у тебя нет. Это не есть зависть. Писание так это не называет. Зависть всегда черная и желает зла. В глазах завистливого человека всегда черный туман. И какими бы успехами ни был украшен противник, он все изобразит в темных тонах.